Я буду проповедовать, и я хочу в ту же самую тему, поскольку мы так никогда на эту тему не говорим, но Дима поднял ее, и я прочитаю одно местописание. Давид, если высветит его на доске, все его знают, никто его не понимает. Попробую его истолковать в свете того, что Дима сегодня нам сказал. Это Евангелие от Матфея, которое читало большинство людей, 6 глава. И из 19 стиха мы читаем такие слова. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль, ржа истребляют, и где воры не подкапывают и крадут. Дальше. Но собирайте из сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Дальше. Ибо где сокровища ваши, там и будет сердце ваше. Все понимают эти стихи, истолковывать ничего не надо. Дальше. Ибо светильник тела есть око. Если око твое чисто, то и все тело будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. И так, если свет, который в тебе тьма, то какова тьма? Тоже это понятно. Не надо истолковывать или надо? Надо или не надо? А, надо? Не, не надо. А, надо? Следующее. Никто не может служить двум господам, ибо одного будет ненавидеться, другого любить. Или одному будет санитусе, и другого не родить. Не можете служить Богу. И кто это? Кто это за мужик этот мамона? Мамон. Мамон это богатство. Одержимость богатства. Вы знаете, что? Текст простой, но не простой. И то, что все сказали, а, про эти вот светильники, око, есть тело, все понятно, многим непонятно. Потому что какой-то умный перевел эти слова с иврита дословно, на греческий. А потом какой-то умный с греческого перевел дословно на русский. И потерялся весь текст, который там, весь смысл, который там написан. Верните назад к светильнику, пожалуйста. Все вот эти стихи, которые мы прочитали, они говорят исключительно о нашей способности жертвовать. В иврите есть такое выражение Айн-Яфа. Кто знает, что такое Айн-Яфа? Дословно переведите. А? Прекрасный глаз. Какой? Прекрасный глаз. Красивый глаз. Айн это глаз, а Яфа это красивый глаз. Но иврит, когда говорит Айн-Яфа, подразумевает не из обложки журнала красивый глаз такой, а подразумевает добродетель, жертвенность и все. А Айн-Яфа, а Айн-Раа или темный глаз, некрасивый глаз, это жадность. И когда вот эти стихи здесь читаются, не нужно истолковывать высшим пилотажем все, здесь Господь Ешуа говорит очень простую фразу. Он говорит, будьте щедрыми, пусть сердце ваше принадлежит Богу, а не х-х-х. И тогда исполнится то, о чем Дима проповедовал. Ваш Маасер и Аширотхэм сделает вас богатыми. Давайте доброохотно. И тогда тело ваше будет светло, то есть вам будет хорошо. Вот смысл этого стиха. Очень просто и все такое. Ладно. У нас вообще нет ни одного Ильи. Поэтому у нас есть так много свободных стульев. Знаете почему? Ну да, потому что дверь может внезапно открыться. И раз Илья заходит. И при том не один. А? Вот сестра говорит вместе с Муше, с Енохом или с кем? Илья пророк. Это очень такой мощный образ в еврейской мысли. Нам следовало бы про него давно говорить, но почему-то мы про него не говорили. Кто знает, почему нам нужно было давно про Лию пророка говорить? А? Нет. О, это правильный ответ. Потому что мы же с ним по одной улице живем. Он здесь где-то и жил. Точнее прятался где-то здесь. Мы ходим там, где он, наверное, прятался. То есть Илья вот здесь обитал, на этих горе Кармель. Кармель. И даже есть место туда повыше. Называется Мухрака. Где он молился и где Господь попалил пророк Валовых. Кто там никогда не был? Ну, не были, да? Были. А мы были. А вы были. Еще высоко руку поднимите, кто никогда не был. Да вы что? Может вас свозить туда? Короче говоря, мы будем сейчас учить про Илью пророка немножко. И будем читать из третьей книги царств, 17 глава. Начнем. И он вдруг зарисовался как мощный пророк, потому что Бог услышал его простую молитву. И в первый стих говорит так, Илья Фесвитянин, из жителей Галаадских, сказала Аву, жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою. В эти годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову. То есть он, по сути, нехорошо сделал. Почему он нехорошо сделал? По-человечески. Он помолился, и не было дождя, ни росы, ничего, три года. Сегодня, когда выстроили опреснительные установки, и даже если Илья придет, и опять помолится такой молитвой, они продолжат работать. Сломаются? Ну, вопрос, не знаю. Но сегодня трубу кидают в море, и пошло, и оно работает. Он поставит соль на полке магазинов и в Россию, потому что там из Европы не поставляют больше соль, поэтому туда. А пресную воду нам. Но в те времена, когда этого не было, то он помолился, и было много проблем в народе. Но, по сути, когда он помолился, он высвободил божьи суды, потому что Израиль извратил свои пути. Израиль стал грешить. И когда грешит целый народ, то его просто уговорами не победишь. До сегодняшнего дня используется такое слово, эмбарго. Знаете такое слово, эмбарго? Вот когда американцы хотят на кого-то наложить эмбарго, допустим, на Ирак. На Ирак. Они говорят, больше мы им не будем поставлять Кока-Колу. И они думают, что все, они сломали сопротивление шиитов или сунитов Ирака, что они без Кока-Колы будут задыхаться и умрут. Но здесь так не работает. Они говорят, ну и что, будем пить пепси-колу, и все равно продолжим наш джих... Я шучу, конечно. Господь услышал молитву Ильи, потому что сам Илью послал. И наступила засуха. Народ извратил свой путь. И определение, суд, который Илья вынес, был очень тяжел. Он сам не мог найти воды, поэтому ушел в одно место, скрылся у потока Хорафа, стих 3. Мы не высветили 3 главу, 17 главу 3 книги царств? А где она? А, здесь. Против Иордана. И он там жил какое-то время, вороны приносили ему провизию. На каком-то этапе этот поток тоже высох. И он пошел жить у вдовы Сарептской. Помните это чудо? Он говорит, дай мне попить. Она побежала за водой. Он кричит, и поесть тоже. Она говорит, нет у меня ничего. Он говорит, не бойся. И она как будто сердцем чувствовала то, что мы сегодня слышали от Димы. Испытай меня, говорит Господь. Принеси десятин своих, и я наполню тебя. И мы читаем, что много времени он жил там у нее. И вот весь народ мучается. А Илья живет 3 года у вдовы. Там какие-то вещи происходят. Ее сын заболел и умер. Помните эту ситуацию? И Илья воскрешает его. Меня вот эта вот штука всегда немножко напрягает и поражает. Здесь как бы народ, 3 миллиона. А здесь вот история про Илья, вдова, ее сын. И там что-то такое. Знаете, это, конечно, показывает нам, что Творец одновременно достигает самых различных целей. Иногда мы думаем, что только вокруг нас весь мир. А на самом деле он одновременно влияет на всех, достигая свои цели. И вот там эта вдова вдруг отворачивается после многого времени, что Илья там прожил, от своего идолопоклонства и исповедует царство Бога. Она говорит, именно сейчас вижу, что жив Господь, Бог, которому ты служишь. Но параллельно с этим происходят какие-то вещи, которые влияют на весь народ. И вот 3 года уже проходит. 18 глава с 1 стиха. По прошествии многих дней было слово Господа Келье. В третий год пойди покажись Ахаву, я дам дочь на землю. Пошел Илья, чтобы показаться Ахаву. Голод же сильный был в Самарии. Вы знаете, когда сейчас голод, с самолетов скидывают еду. А тогда самолетов не было. И мы можем представить, что в это время была большая беда. И вы знаете, я немножко вот, ну почему меня напрягает эта ситуация. Видно, они так здорово отвратились от Господа, что Господь позволил всем этим бедам на своих детей упасть. Хоть существует очень четкая взаимосвязь и обязательства между Творцом и народом Израилева, которым Бог сказал, вы всегда мой удел. Я, если вы будете грешить, буду вас наказывать. Я вас не истреблю совершенно. Я вас исправлю. Вот эти вот исправительные вещи иногда тяжеловаты. Но мы ничего не можем с этим сделать. И там, где даже мы не догоняем, не понимаем, нам только нужно сказать от себя, что я могу сделать. Мы в нашей общине занимаемся много с прошедшими Холокост, Вторую мировую войну, концлагеря. И они часто говорят, они уже друзья с нами уже много лет, и все равно они говорят одну и ту же фразу. Почему Бог доступил? И я, вы знаете, что я даже не пытаюсь отвечать. Лучше просто вот так, руками, откуда я знаю. Вот, не дай Бог, короче. Но вот там вот было что-то очень подобное. И на каком-то этапе, на каком-то этапе Илья говорит, я буду судиться с вами. И он говорит царю, его прислужникам, говорит, там на Мухроке соберемся вместе. Я буду с одной стороны стоять, а вы с другой. И написано, мы читаем дальше, это 18 глава с 21 стиха. Пошел Илья ко всему народу и сказал, долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь Бог есть Бог, то Ему следуйте. Если Вал, то Ему следуйте. И не отвечал народ Ему ни слова, потому что часто народ, он просто бывает оболванен. Что ему говорят? Ну наши там, мы же все привыкшие к этому. За нас кто-то решит. И они, ну так вот нас царь, нас все эти лидеры научили. И что, мы тебе даже что-нибудь ответить не можем. И сказал Илья народу, я один пророк Господь. На пророков Валовых 450 человек. То есть там была целая налаженная уже структура, религиозное поклонение Валу. Кто знает, что такое поклонение Валу? Ну понятно, а что такое, в чем заключалось? Жертвоприношение детей. Вы знаете, культы, сегодняшние любые культы, или религиозные, или светские, типа абортов, когда убиваются невинные, или дети, или люди, неважно кто, это все связано со служением Валу. Я даже не побоюсь сказать, что любые радикальные движения, которые стуча себя в грудь, говоря, так говорит Господь, и потом они начинают землю заливать кровью. Это служение Валу, потому что убиваются люди. Вот там пробежалось это исламское государство Иракия, в Курдистане. Они просто людей резали, как свиней, посмотрите в интернете. Просто ужас. Это служение Валу. Было еще служение в те времена, его называют служение плодородию Астарте. Сегодня оно выражено чем? Просто обычным блудом, плодородие. Все эти вещи, это остались от Вавилона. От Вавилона. Суть Вавилона, я учил на эту тему, можно выразить тремя. Разногласия между людьми, помните, смешал Господь их языки, когда один перестал понимать другой. Второе, это восстать против Бога. А третье, это создать ложные религии, которые или убивают, или блудом наполняют. Так вот, весь мир до сегодняшнего дня можно обозначить одним единственным словом Вавилон. И об этом откровение говорит. Видел я Вавилон, великую блудницу, до сегодняшнего дня. И Бог поднимает народ против этого Вавилона, антивавилон. Кто-то знает, этот народ называется? Израиль. Бог говорит, Аврааму, твои дети составят единство. Тут в народе базаривание, разоблуждение. А вы будете едины в семье, в языке. Они, все народы восстали против Творца, а вы будете поклоняться Богу. Удел. И те народы поклонились вот этим двум основополагающим религиям. жертвоприношением людей, жертвоприношением людей, блуду, а вы возьмете в свой удел святую Тору, определяющую для вас уставы. И вот это было просто определенной катастрофой, когда народ, Израиль, антивавилон, вдруг стал поступать по-вавилонски. И именно поэтому Господь говорит, вы что делаете, три года для вас ничего не будет. В этом суть. Потом, когда народ попал, точнее, это наша как бы дестани, всегда такой был. Народ израильский в древние времена попал в Египет. Я сейчас оторвусь немножко от темы. Были в рабстве и до этого. Но почему Господь восстал там за народ наш? Потому что стали Авадим, Лепаро. Эвид на иврите, это раб. Но суть этого слова, это не рабство физическое, а стали рабами религиозной системы Египта. Народ наш был создан, чтобы разрушить этот вавилон. А он вдруг, и тогда Господь говорит, я вам сейчас дам мой народ закабалять. И он просто утрамбовал этот Египет казнями и прочими вещами. А вот здесь, через Илью, он говорит народу Израилу, вы поклоняетесь Валу. Я вас создал, чтобы вы этих Валов разрушали. Чтобы вы против этой астарты и плодородия стояли. А вы, к сожалению, все это до сегодняшнего дня часто нас очень сильно колеблет и колышет. И он определяет это словом. Все в этом мире похоть плоти, очей и гордость если мы немножко копнемся глубже. Это все то же самое. Я не хочу быть под ним. Я исполняю то, что я хочу. Похоть, очи, Ваал, астарта. Все это там же. И именно поэтому нам, верующим, так важно в это время держаться путей обособленных. И Новый Завет предупреждает наступят времена тяжелые, когда даже избранные будут совращены. Народ, люди, мы анти-Вавилон. Мы не можем поддаваться. Понятно, в мире может быть много всякой гадости быть, всяких соблазнов. Я с чем-то не согласен, мне неуютно. Может вообще, не может дома, может на работе. И я взбунтую. Но Писание говорит, держитесь в пути своего. Но мне было тяжело, меня никто не поддержал. Это хорошая отговорка. Работает ли она? Павел говорит, Новый Завет говорит, вы духовно наблюдаете друг за другом. Каждый может скользнуться, споткнуться, значит, словами грешить дела. Поддержите его. Пожалуйста, поддержите тех братьев и сестер, которые спотыкаются. Будьте с открытыми глазами. А вы, братья и сестры, подскользнувшиеся, пожалуйста, будьте более открытыми, когда вам говорят. Не начинайте сразу быть на ежика похожи, когда вам говорят что-то против шерсти. Это для того, чтобы вас чуть поправить. Потому что фанатикам стать очень просто. И тепленьким стать очень просто. А Бог пытается нас вести по среднему пути. там, где мы можем быть влияблены на разные стороны. Но давайте вернемся назад. Илья говорит 24 стих 18 главы 3 книга царств. Вы призовите имя вашего Бога, я призову имя моего Бога. И тот Бог, который посредством огня сожжет, что там есть, есть Бог истины. И мы знаем, что вот все вот это вот началось и первый урок, который я со всей этой истории хочу дать вам, себе и вам. Илья очищающий Израиль. Урок номер один. Илья это образ, который очищает Израиль. Но прежде чем мы дальше продолжим читать, я хочу прочитать одно место, не открывайте его, вы его и так все знаете. Оно записано в послании Иакова, 5 глава, 17 стих. Иаков, брат Господень, пишет следующие слова. Илья был человек, подобный нам, и молитвой помолился, чтобы не было дождя, не было дождя на земле три года и шесть месяцев. Кто помнит этот стих? Помните? Знаете, что меня в этом стихе очень сильно напрягает? Угадайте, что? А? Да. Точно, Таня. Илья был подобный нам человек, вышел, помолился, кто-то из вас помолился, и три года не было дождя с половиной? Мы таким не боимся. Что есть? Иакова, чем ты говоришь? Мы похожи на Илью, да нам до его духовной святости, как на луну пешком ходить. Но с другой стороны, что, Писание обманывает нас? Вы знаете, что в каждом из нас, в каждом из нас, вот Леон вот перед вами стоит, Наташа, Аня, Саша, Дима, в каждом из нас внутри есть Вавилон, есть Анти-Вавилон, и там внутри, там есть место также для малого Ильи, Ильичек такой, Малисики, который не может на три с половиной года воду перекрыть, но там внутри может произвести в тебе достойное действие, которое тогда Илья, пророк, произвел в Израиле. И вот здесь я соглашаюсь полностью с Иаковом. Илья, подобный тебе человек. И как важно тебе быть открытым даже сейчас, или точнее особенно сейчас в Ходыш Эль-Люль, когда нам нужно очиститься, исправить нашу закваску, нашу, может быть, какую-то или радикализм, или пшара, как это? Компромисс, который мы допустили в нашей жизни и стали такими ни рыба, ни мясо, нас новый гаджет увлек, и я до пяти утра это вот играю, у меня голова ни на что больше не работает. К сожалению. Почему говорю? Потому что Илья в эти дни хочет в нас проснуться, чтобы прийти и проговорить тебе и сказать, дорогой сестра, брат, дорогой или дорогая, держись с пути Господнем. Господь избрал тебя, дал тебе веровать в Него и стать частью Его, чтобы вместе с Ним разрушать Вавилон. А если ты с этим Вавилоном вместе играешь на одной стороне, то ты его не разрушаешь, ты его достраиваешь. Вы со мною? Илья он доактуален, если ты позволяешь ему себя обличить. А нам иногда нужно обличить, как это не будет. Но меня ведь обидели! Да. Поэтому Новый Завет говорит, иной раз вас будут даже неправедно обижать. Но вы лучше молитесь за тех, кто... Вся эта инструкция новозаветная для того, чтобы нам открыться для Ильи и пророчество очень четко говорит, в последние дни я приведу Илью пророка, и он исправит вас, и наведет порядок между отцами и детьми. То есть в нашей внутренности, по крайней мере, в первую очередь, чтобы там выстроился должный порядок. Это вот первый такой маленький урок. Трезвитесь, бодруствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердой верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире, и он убежит от вас. Первый урок услышали, или я, который внутри тебя? Есть еще другой второй урок. Третья книга царств, 18-36-39. Третья книга царств, 18-36-39. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илья, пророк, и сказал, Господи Боже, Авраам, Ицак и Якова допознают все день. То есть до этого момента эти валовые пророки там прыгали, бесновались, все хотели сделать, себя там порезали полностью, историю вычитали, ничего у них не получилось, жертва не загорелась. Илья помолился, и не спал огонь Господень, поджрал все сожжение дрова и камни и прах, и поглотил воду, и увидел весь народ, и пал, и сказал, мы до этого не знали, что сказать. Вы знаете, я связываю эти слова с опять-таки этим временем Эллюль и слово ищите. Кто ищет, тот находит. У некоторых из нас нет ответов. Почему такое со мной случилось? У нас нет ответов. Мы хотим ответ, но у нас их нету этих ответов. Я вам хочу сказать, нам бы, конечно, бы хотелось, и это проще, и это по-человечески, что когда у тебя возникает вопрос, получить что? Ответ и очень четкую инструкцию. Как поступить? Мы чаще всего это. Как мне быть в этой дебильной ситуации? Как часто мы такой вопрос задаем? И иногда нам дают ответ. Вот иногда нам дают. Вот по деньгам у тебя случилась проблема, попросите, чтобы Миша выставил Димину Пороша Чавуа в Ютубе, послушайте, и оно поможет вам с деньгами. Но есть ситуации, когда у нас нету ответа. И вы знаете, что это тоже допустимая территория, потому что в Писаниях, как в Танахе, так и в Новом Завете частиком существует призыв идите и ищите. И когда ты будешь искать, ты найдешь. То есть нам бы не хотелось искать. Я бы хотел зайти в интернет, описать ситуацию, и у меня тоже есть ситуации, где я не знаю, какой дать ответ. Я в замешательстве. Мы вчера с Ниной разговаривали на одну тему. Я в замешательстве. Я не знаю. Я молюсь, Господи, помоги мне. Я знаю, что мне нужно получить ответ. Нет моей жены, хоть мне легче всего от нее получать. Лучше всего. То есть в данной ситуации я нуждаюсь, чтобы нам тоже есть такие вот часто нужды. И вот про это, про это очень много в священных писаниях. Матфея 7,7 написано. Просите, дано вам будет. Ищите и найдете, стучите и отворят. Другое место в Иаково написано. А если кому-то из вас не достает мудрости, да просит. То есть у Бога к Нему. То есть ответ у Него мы получим. Не у какого-то умного дядьки в битухлеуми. Тот может дать какую-то наводку, но душевные внутренние ответы, особенно касающиеся семейных обстоятельств или сложностей в браке с детьми и с миллионом разных проблем. Бог милостив. Он только ждет, чтобы ты пришел к Нему и Он даст тебе ответ. Подобное местописание есть и в Исаии. Это не только новозаветнее изобретение. Исаия в первой главе говорит омойтесь, очиститесь. То есть в правильном должном виде приходите к Нему. Вы не можете прийти, когда ты в грехах как в ожирении. Ты испачкался в дерьме, простите меня за выражение, и пошли на прием к царю. Не можем. Нам нужно очиститься. И Бог говорит, приходите и рассудим. Если грехи будут ваши как багряные, как снег сделаю белыми. Если будут красны, как пурпур, как шерсть, овцы выбелю вас. это Исаия, поиск. Второй урок это поиск. Первый урок, что это было? Маленький Илья, который живет в тебе. А второй урок, поиск, это достойно. Не всегда ищи получить моментальный ответ. Сегодня Дима, кстати, на эту тему тоже говорил. Он говорил, мы часто любим быстрые ответы, и его есть знакомые друзья, которые часто пытаются сократить путь, потом у разбитого корыта. Рассказать вам анекдот? Или времени нет? А? Про короткий путь. Мухаммед сидит в Амстердаме. Кто не читал? И через дырку в зубах плюет на асфальт. В Амстердаме знаете, где это находят? Это в Голландии. Раз перед ним фея, что хочешь? Он говорит, вау, могу просить, она говорит, да, три желания исполню для тебя. Он говорит, ну, тогда у меня первое желание, видишь, какие у меня зубы плохие? Я хочу их, раз, у него листок в бумаге, что мы социальным иммигрантом меняем зубы, все получается, это закон, и у него белые зубы, как у голливудской звезды. Он говорит, а можно сразу второй тогда? Она говорит, конечно. Он говорит, я хочу сказать тебе, что я дико скучаю за родственниками, за отцом и мамой своими, которые живут в Пакистане, за своими четырьмя женами с детьми, которые живут в Пакистане, за ихними родителями, ихними братьями, сестрами, и естественно, я же не могу их привезти сюда. Денег нет. Она в один раз у него это про сокращенные пути, у него раз законопроект помогать всем родственникам социальных иммигрантов. Он в Вилле сидит и на столе такая пачка распечаток с банка, что они получили пособие, 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 пособие. И тогда он говорит, можно и третье желание? Он говорит, конечно. Он говорит, я больше не хочу быть Мухаммедом, хочу быть Яном Янсеном, чистокровным голландцем. И раз сидит он на асфальте, плюет через дырку в зубах и говорит, а как же так? Она говорит, Ян Янсен, хватит просить у государства, идите зарабатывайте. Это про сокращенные пути. сокращенных путей не бывает. Бог дает нам благословение, если мы уподавливаемся муравью. Поэтому про муравья есть истории в Священном Писании. А если мы на фею надеемся, то быстро поднимающиеся быстро падают. Третий урок. великая концепция Ильи. Илья стоит перед Господом, об этом записано. Третий царств, 19 глава, 10 стих, но потом это то же самое с 14 стиха повторяется. Будем читать с 14 стиха. И он говорит, Возревновал я Господи Боги Циваофи, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твоих пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищу, чтобы отнять ее. И сказал ему Господь, пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск, и когда придешь, ты помашь Заилов царя над Сирией, а Иеуя, сына Нами Сина, помашь царя над Израилем, или сей же сына Саватова из овал помашь пророка вместо тебя. Кто убежит от меча Заилова, того умертвит Иуй, а кто спасется от меча Иуева, того умертвит Элисей. Впрочем, не волнуйся, еще 7000 мужей я остался. Слушайте, Илья был в шоке. Он победил пророков Ваала, а потом ему сказали, за тобой гоняются спецагенты Изавели, жены Ахава. И он, человек, который видел великое чудо, впадает просто в состояние полнейшей депрессии. То есть, к сожалению, почему такое случается, я не могу объяснить, спросите это у Бенехина, который говорит, что у нам должно быть всегда хорошо. Но здесь мы читаем, что верующий человек, величайший пророк, попадает в состояние ступора. И его просто накрывает серьезнейшая депрессия. и он уже ищет себе смерти. К сожалению, эти вещи тоже случаются. Я даже не прошу вас поднимать руку с вопросом, кто-нибудь в жизни, когда ты после очередной благословительной эйфории чувствовал себя растоптанным в грязь и говорил, пускай бы оно все закончилось. Вот у Ильи даже такое было. И он говорит, Господи, я же возревновала Тебе, но я сейчас не про его вот это состояние, а про концепт, с которым Илья даже не смотря на вот это подавленное невероятное состояние двигался. Он заявляет три серьезнейшие вещи. Он говорит, я возревновала Господе Боге. Вы знаете, можно ценить кого-то, а можно ревновать. Кто знает слово ревность? Ух, она. А? Ух, это ревность. Ну, кто-то про кавалера вспомнил. ревность. Вы знаете, что можно веровать в Господа Бога. Очень много людей веруют, и слава Богу за их веру стабильную и нормальную, но здесь говорится не совсем о вере, а о ревности. Такие не все. Только такие могут уподобляться или у кого, кроме веры, есть ревность. Но здесь я хочу, чтобы вы услышали меня очень внимательно. Ревность четко отличается от фанатизма. Есть люди, которые впадают в пути фанатизма в своей вере. Это очень и очень плохо. Когда человек начинает становиться на каких-то крайних позициях, так и не иначе, это фанатизм. А ревность это больше серии, когда Ишуа говорит, кто жаждет, приходи ко мне и пей. Кто жаждет, приходи ко мне и пей. Вы знаете, это что-то по-другому, это не фанатизм, когда нужно кого-то глотки резать или на всех плевать и говорить, все, я только один остался такой супер крутой, я буду в своей комнате достигать небес духовности и буду даже парить над полом. это не не что ищет Бог, но ревность. Я почему говорю про ревность, потому что думаю, что у некоторых есть ревность, она часто подавляется суетой, в которой мы живем, но я хочу сказать, если в тебе есть ревность, воспевай эту ревность, возгревай ее, это важный элемент, только сохраняя себя от фанатизма. Второй концепт желания жить в завете с Богом. Он говорит, я возревновала Боге, сыны Израиля оставили завет твой. Что такое завет твой? Ну скажите, что такое значит завет твой? Митсвотеха, маза митсвотеха. Ну вот эта вот книга, которая стоит у нас ворон кодыш, Сефер Тура. К сожалению, сегодня много верующих, им достаточно только тоненькой части священных писаний, которые называются Новый Завет. Я очень его люблю, но митсвотеха оставили, заветы оставили, говорят, они нам уже более не нужны, а Ешуа почему-то упрямо со страниц Нового Завета твердит, кто меня любит, заповедь мою соблюдет. То есть не просто мы оденем крылышки и будем летать, а что-то будем конкретно делать, стараясь и ободряю вас исполнять заповедь. Третья вещь. Разрушили твои жертвенники и пророков твоих убили мечом. Актуальный жертвенник был невероятно важен для Илии. Что сегодня является актуальным жертвенником, кто-то знает? Скажите, сегодня можно ли поклониться на храмовой горе заколов барана? Можно или нет? Нет! Почему нет? Кто-то знает? Нету ни храма, ни жертвенника, ни барана, и нету даже рыжей коровы. Но у нас есть актуальный жертвенник. Он они там тоже заколоть никого не могут. Но у нас есть актуальный жертвенник сегодня. Вот жертва Агнец заклан за вас. Это вот это состояние Илии. Когда мы знаем, что мы должны ревновать о нем, когда мы знаем, что у нас есть книга заветов и что у нас есть актуальный жертвенник. И тогда исходит пророчество. Почему я говорю про это? Когда Илья говорит ревность Тора и актуальный жертвенник, он получает силу от Бога влиять на зарубежье помаш царя в Сирии, на свою собственную страну помаш царя в Израиле, это политические аспекты, и помаш пророка между духовное пробуждение. Я далек от концепции нового поколения, знаете, про что я говорю? Когда говорили, вот, мы должны стоять у источника власти и контролировать правительство, ерунда все это. Но, если мы имеем ревность по Богу, и мы привязаны к Торе и актуальному жертвеннику в лице Ешуама Шиаха, то Бог слышит нашу молитву, которая может влиять на ситуации вокруг нас. Это очень важный момент, концепт, концепт, чтобы провозглашать исправление. И именно про это я говорю, что когда мы, имея нечто такое, должно собираться вместе, не просто думать, что мы принадлежим к чему-то, а садиться в большой или малый круг, молясь, соглашаясь, ища, уподабливаясь, дерзая, испытывая, высвобождая даже пророчества. Я хочу призвать всех вас, собирайтесь, вместе. Потому что я не знаю, наверное, придет Илья когда-то, наверное, но уже сегодня Илья стал собирательным образом, когда многие из нас вместе исполняют то, что он исполнял тогда, ревнуют по Господу, исполняют заповедь, провозглашая мощь актуального жертвенника. это для нас. Особенно в эти дни. Илюль, ищем Бога, Рошешана, Йом-Кипур, Исукот, про который написано «Изалью на вас от Духа Моего». на этом хочу закончить, но помолиться вначале. Господи Божий мой, я знаю, что, может быть, не все все поняли, но уверен, что-то услышали. Молю Тебя, Господь, раскрой в нас желание ревностно искать Твоего лица. И в эти осенние дни дай нам с правильным сердцем встать перед Тобою, чтобы Ты направил нашу жизнь и благословил ее. Прошу Тебя за наш Кагай, за членов нашей семьи, за наш народ. Я молю Тебя, Господь, кто ослабел, кому пришло компромиссное состояние, возгрей в нас желание ходить перед Тобою в святости. Молю Тебя об этом во имя Господа Yeshua Мессия. И все это скажут? Давайте встанем на минуту. Будьте благословлены. Всем Shabbat Shalom וShavua Тоб.